Витя, она хотела с самого начала спросить этот второй вопрос, я знал это. Поэтому она мне не ответила по теме или нет, будет спрашивать. Нет, ну я спросила по теме, но это нельзя. Ответьте, конечно, ответьте, чего вы ругаетесь. Я же специально тяну резину, чтобы с ней поиграться немножко. Видите, вот это называется, неправильности. Безоставшим допустили ошибку в отношениях с этим. Ничего страшного. Да. Просто такой момент, у меня уже не было, просто не могу его перевалить. Как-то не понимаю, вы говорили, что на разных секциях мы говорили. Мне тоже один раз, что иногда, там, женщина, да, что это не злой человек, ты можешь ему помочь. Этот мужчина всегда будет, у нас пожили на знакомстве. А некоторым говорю, продолжай с ним, и все будет нормально, если он изменится. Это очень важно знать, что всегда все очень индивидуально, очень индивидуально в жизни. И здесь надо всегда понимать, что если я индивидуально человеку говорю, это не касается всех. Есть исключение. Спрашивайте, вы что хотите спросить. Просто об этом и все. Ну да, что как бы принцип, что в целом мы можем всем помочь. Нет, не всегда всем мы не можем, не всегда. Понимаете, если вы встречаетесь с каким-то человеком, чувствуете, что не ваш, не надо встречаться. А если вы уже живете с человеком, тогда живите дальше. И помогайте. Вот такой принцип. Пока встречаемся, можно менять. Как только приняли решение, значит, тогда уже навсегда. Ну то есть в целом мы можем помочь любому человеку, да? Нет. То, чтобы помочь человеку, он должен принять тебя как помощника. То есть если человек, допустим, меня не принимает как того, кто ему помогает, я ему никогда не помогу. Это невозможно просто. Всегда. Поэтому никогда не навязывайте своей помощью. Это очень опасно. Я, знаете, я же чувствую болезни у людей. Иногда вот я знаю, что я могу спасти от смерти. Вот представьте, вот я вам сейчас расскажу ситуацию. Сижу в самолете, смотрю за людьми, делать нечего. Смотрю, сидит человек. Смертельно опасное заболевание. Я его знаю. Ну, как помочь. Я подхожу к нему, говорю об этом. И он говорит, отстаньте от меня. Я вас не просил о помощи. Это очень хороший урок, понимаете? Который указывает на то, что не надо лезть к человеку. Не надо быть богом, понимаете? Тебя не просили, не лезь. Это твое дело. Даже если ты знаешь, как помочь иногда, то еще хуже становится. Потому что, может быть, ты соль на рану сыпешь там или еще что-то. А еще убеждать этого человека, нет, ты должен у меня полечиться. Это еще хуже потом будет. Усугубляет только ситуацию.